Беседа на слова. Вышло повеление от Кесаря Августа и на внесение в перепись Святой Богородицы. Возлюбленные, когда общий наш Спаситель Иисус Христос умел родиться, от Кесаря Августа выходит общее повеление, касающееся Вселенной. Так как всеобщая благодать должна была воссиять на всю землю, то некоторым образом и дело общественное соприкасается с религией, и при рождении Спасителя происходит одно повеление по всей Вселенной. Итак, вышло повеление от Кесаря Августа, что была сделана перепись всей Вселенной для приготовления единения религии, для приготовления пути евангельской проповеди, для приготовления пути учению. Прежде было, конечно, много местных начальственных учреждений. Не было Кесарева повеления, касавшегося того всеобщего объявления. А когда при посредстве проповеди вера благочестия должна была распространиться по всей Вселенной, Вселенная соединяется под одним лозунгом. И не только Вселенная, но и земное с небесным. Используя для людей благочестие доводится до общего сведения, чтобы божественная истина ни от кого не осталась сокрытой. Кесарь Август повелевает, Иосиф повинуется и берет Деву. Когда ты спросишь Елена или даже самого Иезея о том, почему Август удостоился чести много времени царствовать, а он царствовал 56 лет и 4 месяца, то они ничего не отвечают, но не зная причины вещей и не веря Божьей благодати, думают, что весьма продолжительное время выпало ему на долю по некоторому жребию. При нем родился Иисус Христос. Поэтому, если Август был римским императором и притом первым, то Христос, естественно, воспринял на себя исполнение Дома строительства Божия об его воплощении при основании Римской империи. Должен был быть введен жезл железный, жезл, о котором говорит Давид. Жезлом железным будет пасти. И проси у меня, и дам тебе народов достояние твое, и до концов земли будут они. Как будто бы отец беседовал с сыном и говорил, «Иудеи отвлеклись от твоего царства и оскорбили твою власть. Это народ презренный. Немного таких, которые обратились. Проси у меня, и дам тебе народов достояние тебе, и власть твоя до концов земли. Не угол Палестины и не обрезанный народ, пустой с душой и без сердца, но дам тебе народы достояние твое. Ты же упасешь их. Так как они не пожелали повиноваться Евангелию, так как не захотели уступить чудесам, упасешь их ни словом, но делом и железным жезлом римской властью. По этой причине они подчинены власти жезлу. Иисус, когда пришел в Иерусалим, и увидел в храме торговлю и корыстолюбивое занятие, потому что внутри продавали, покупали, вводя внутрь товар под предлогом жертвоприношений, то, сделав жезл и бич из зеревок, выгнал вторжников из храма, говоря, «Не делайте дома отца моего домом торговли». Если бы они приняли тот жезл, то не были бы упасены жезлом железным. А так как они не почтили спасительного жезла, то подпали не под бич и не под слово бичующие людей со здравыми чувствами, но под жезл железный. И часто они хотели удалить его. Но их поражал жезл железный, не просто ударяя, но умерщвляя. Поэтому, когда железный жезл начал владычествовать в царствоне Августа, тогда именно родился и Христос. Власть римлян – начало проповеди. Четвертое царство времен. Можно заметить, что это у пророков таинственно сохранено, так как ни в новом, ни в Ветхом Завете не находится ничего незаписанного. Но Ветхий предупредил собой новый, а новый истолковал собой Ветхий. И часто я говорил, что два завета и две рабыни, и две сестры, которые вроде как бы телохранители сопровождают единого Господа. Господь возвещается у пророков. Христос проповедуется в Новом Завете. Новое – не новое, потому что Ветхое предупредило. Ветхое не погасло, потому что оно истолковано в Новом Завете. Ты мог бы увидеть, что тот Даниил очень юный возрастом, но седой по пророческому дару. Пророчествовал в Вавилоне. Почему в Вавилоне? Потому что народ был отведен в рабство в Вавилон. И 70 лет провел в астерийской земле. Итак, там рождается Даниил. Там воспитывается ни в чем, не потерпев вреда от иноплеменной земли. Он имел отеческое благоразумие. И от юности делается пророком. И Святый Дух вошел в его душу, и достигший 18-летнего возраста, Даниил начал свою пророческую деятельность. И многое есть, о чем он пророчествует, но истолковывается также и четыре царства. Но выходоносор, астерийский царь, видел в образе четыре различия. Одно тело, но четыре цвета. Образ имел золотую голову. Грудь же имел серебряную, а живот имел медный. Ноги же имел железные. Этот образ состоял из четырех веществ. И увидел царь, но не было того, чтобы изъяснил. Пришли маги, пришли халдеи. Были проведены прорицатели. Были призваны те, которые всегда вводили царя в заблуждение. И что же они говорят? Расскажи нам сон, и мы истолкуем его. И так Бог устраивая, чтобы они по обыкновению не обманули его, удаляет из фаныки царя образ на видень. И сказал царь, сон мой отошел от меня. А так как они ясно признавали, что невозможно рассказать сон другого, но они растолкуются в том случае, только если услышат о нем, то приглашается Даниила, которым стало известно, что он силен в такого рода вещах. И он входит к царю Новогодоносору, после того, как Святый Дух открыл ему содержание сна, и говорит царю, царь, ты видел это и это. И одновременно со словами пророка, слушавший, вспоминал о сне, и слышанное напомнило ему о видении. И так пророк изъясняет этот сон. Ведь после того, как он рассказал самый сон, он был уже истолкователем достойным доверия. И говорит, образ, который ты видел, это четыре царства, потому что четыре царства восстанут на земле. Тот образ был цельный, и стояло одно тело. Но ты, царь, увидел, что оторвался без участия чьих-либо рук камень, и сокрушил образ, и камень занял и наполнил всю землю. Вот то, что ты видел. Ты увидел четыре царства. Ты есть глава золотая, потому что первыми царствовали астерийцы, весьма богатые, весьма пышные и весьма изнеженные. И говорит ему, ты есть голова золотая, а после тебя восстанет царство меньше тебя, потому что после астерийца царствуют перцы и медяне. Были же и эти весьма блистательны. Третье царство восстанет медное, царство греков и македонян. Когда именно Александр, будучи в Алладе, снарядив войска, сделал нападение на перцы и низложил Дария, а царство его подчинил своей власти. Итак, он сравнен с медью по причине благозвучия беседы и языка. Елены, бывшие с Александром, и сам Александр, бывшие красноречивыми в беседе, были сравнены с медью, так как золото, хотя и блестящее, однако же неблагозвучно. Подобным же образом также серебро, а медь, хотя и хуже по веществу, но благозвучна в отношении к издаваемому ей звуку. Поэтому он говорит, Третье царство, то, которое обозначается через посредством меди. Четвертое же царство и последнее – железное. Итак, упасешь их железом железным. Смотри на согласие пророчества. Даниил видел, что камень отсечен от горы без участия рук. Каким образом отсечен? Не железом без содействия рук, потому что Дева рождает без постороннего содействия. Камень же поразил образ и превратился в великую гору и наполнил всю вселенную. Один камень наполняет всю землю. Тот камень был отторгнут без рук и стала гора великая и наполнила всю вселенную. 861 Какой это камень? Слушай, что говорит Исайя. Вот я полагаю, сегодня камень преткновения и камень соблазна, и всякий верующий в него не постыдится. Но не один только Исайя говорил об этом камне, а пророчествует и Давид. Камень, который не пренебрегли, визждущие сей, стал во главу угла. От Господа было это и есть дивно в очах наших. Каким сделался углом? Всякий угол связывает с собой две стены. А этот камень связал Новый и Ветхий Завет. Два народа из изыщиков и из иудеев. Почему от Господа было это и есть дивно в очах наших. Не в глазах всех, но в глазах нас, верующих. Поэтому всякий раз, как увидишь, что церковь из иудеев и еленов сохраняется через посредство одного камня, то более всего пусть приходит тебе на ум сказанное. Но, конечно, кто-нибудь, быть может, спросит, где среди нас кто-либо из иудеев? Из числа еленов всех мы видим. А те, что из иудеев, где они находятся? Откуда был Павел? Откуда был Петр? Откуда был Андрей? Откуда Иоанн? Откуда многотысячная церковь в Иерусалиме? Прежде всего из иудеев, потом из иудеев. Когда уверовали те, которые были среди них, имея надежду в благочестие, тогда пришел железный жезл и рассеял оставшихся в неверии, так как упасешь их жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их. Почему как сосуды горшечника? Если упадет глина в то время, когда она еще влажная, то она приводится в прежнее состояние. Если же будет сделан сосуд, и уже будет обожжен огнем, и сделается весьма сухим глиняным черепком, то после того, как будет сокрушен, уже не допускает восстановления в прежнее состояние. Упасешь их жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их. Конечно, Христос рождается во время преобладания царства железного. Камень отсечен без содействия рук. Смотри на согласные дела и на одинаковые слова. Камень сокрушил образ и прекратил бытие существовавших на земле царств. Сделался великою горой и наполнил всю землю. Но в уходоносор царь увидел этот сон. Забыл же он сон, чтобы не мог рассказать магам, и чтобы по обычаю не был обманут ими, услышав от них одно вместо другого. Итак, спустя немного времени сам Даниил другим образом видит сон. Впрочем, то был не сон, а откровение, видение. Казалось ему, что он находится при море, и говорит Даниил, «Четыре зверя великие выходили из моря». Но тихо и понемногу последуем за образом пророчества. «Выходили», — говорит он, «четыре зверя великие из моря, различные между собою». И по его словам, между ними весьма велико различие. Первый, как лев, и крылья его, как у орла. Там ты имеешь золото, здесь львицу. Почему здесь львицу и там золото? Там золото по причине роскоши и богатства. Здесь львицу по причине женского пола и женской нежности. Но однако зверя. Первый, как львица. Второго же зверя увидел, как медведицу. И на стороне одной стал. Там серебро, здесь медведица, по причине жестокости. Третьего зверя, говорит он, я видел, как рысь. Быстрейший зверь. Так как Александр, царь Македонский, весьма быстро сделал нашествие на восток, то он сравнен с рысью. Там медь по причине благозвучности языка Эллады. Здесь рысь, по причине весьма большой быстроты нападения. Говорит о четвертом звере, но не называет по имени, а именует страшным, весьма страшным, выше меры. Их седьмой. После сего я видел в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Это был страшный зверь. Пророк не сказал его имени. Так как это место пророчества должно было быть ясным, его пророк относил к кремлянам. То, чтобы это царство не подверглось поруганию, он оставляет этого зверя без имени. Когда же, говорит он, я увидел этого четвертого зверя, то испугался и затрепетал. Потому что он был очень страшен и ужасен. Все попирал, все сокрушал, все пожирал, над всем неограниченно господствовал. Куда отправлялся, там подчинял своей власти. И что говорит пророк? «Вдруг я увидел, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись в книге. И вот я видел, подведен был, подобный сыну человеческому, с облаками небесными шел, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И что то сейчас произошло? Уже не звери, уже не море, уже не страх перед зверем, но тот принял власть сам, и стал неограниченно господствовать. Царство его, царство вечное, которое не приедет, так как власть его от рода родов. Да здесь, говорит пророк, кончание словес. И пророк таким образом видит четыре царства, как приличествовало ему, удалявшемуся от житейских дел. Царь же, как ему приличествовало, видит четыре царства, как бы в золоте и серебре, и меди, и железе. Если бы царь увидел царство под видом зверей, а потом бы столковал ему Даниил, то было бы странно говорить ему, ты первый зверь, так как показалось бы оскорбителем для слушателя. Но царь видит, как царь, и пророк видит подобное же в другом образе. Это нами сказано, возлюбленное, не напрасно, и не без причины мы изучили эту древнюю историю. Но для того, чтобы вы удостоверились, что царство Августа было прославлено, было почтено, было восхвалено, было долговременно, потому что при нем родился Христос. И тот муж настолько был почтен, что даже и имя его сделало стиклом достоинства. Надлежит вам знать, что он царствовал 56 лет. Когда же исполнилось 42 года, родился Христос, следовательно Христос воспитывался в течение 15 лет его царствования. За августом же по порядку следует Тиверий, и в 18 году царствование Тиверия Христос идет на крест и страдает, и воскресает, и возносится. Поэтому при августе он жил 15 лет, при Тиверии же 18. Иисус царствование Тиверия Кесаря, будучи 30-летним, открыл о своем божестве ученикам и проповедовал сверх того 3 года. Всюду чтится Троица, поэтому проповедовавший в течение трех лет на 18 году Тивериевое царствие шествует на страдания, исполнив во плоти домостроительства 863. Итак, в те дни, говорит, чтобы нам восстановить то чтение, вышло повеление от Кесаря Августа по всей Вселенной. Это перепись выяснения дел, первое обнаружение истины, чтобы род человеческий не был в неизвестности. Это первая перепись. Уже ли и сами пророки умолчали об этом? Сделаем отступление в Ветхий Завет, исследуем иудейские дела и дела иудейского неверия, призывая вас свидетельство Давида, мужа достойного доверия, чтимого у иудеев, даже если только сделано о нем одно воспоминание, достойного веры в глазах церкви. Итак, что же говорит Давид? Господь поведал в Писаниях людям и князьям своим. Это слова пророка. А вот дела евангельские Лука 2, 2-4. Эта перепись была первое в правлении Кирине и Сирии. И пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Потому что при браках только происходит зачатие. Записаться с Марией и обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца и спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Ничего нет более простого, чем это дело. Ничего нет беднее, чем рождение Иисусова. Иисус сделался бедным ради нас, хотя и был богат. Мария положила Спасителя в яслях. Не было ничего, что можно было бы подослать, ничего, чем бы укрытие. Спаситель не имел нужды в такого рода попечении о нем и не нуждался во внешней заботливости, подобно тому, как и запинается он непозаконному естеству. Достаточно было услужения со стороны Девы. Он сам был устроителем всего. Таким образом, говорит Писание, положило его в яслях и спеленало его, потому что не было места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Матфея повествует, что пришли маги. Лука же, что и пастыри были в стране той. Там маги, здесь пастыри. И пришел к ним ангел, возвещая о великих делах. Говоря, сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И когда один ангел говорил о твердности небеса, явилось великое воинство многочисленное небесное, славящее Бога и взывающее слава их благоволение. Все должно существовать. Небо и земля вступить в единение для того, чтобы нижнее сделалось верхним, чтобы был мир у тех, которые обитали далеко и у ближних. Поэтому пастыри выслушают радостную весть. Почему пастыри? Потому что мы заблудились наподобие овец. Поэтому то пришел для мира пастырь Христос Иисус Спаситель Вселенной и пастыри ради пастыря получает радостную весть. И слава Вышней Богу люди должны были прославлять и высылать благодарность пославшему на землю мир. Потому что люди освободились от вражды бывшей к Богу. В человеках благоволение надлежало, чтобы людям казалось хорошим то, что относилось к благочестию. И так пастыри получив радостную весть и выслушав слово увидели дела, пришли в пещеру, они не увидели ложа, не увидели постели, не увидели приготовленные трапезы, но сидящую Марию и Иосифа и возбежавшее дитя. Евангелист не говорит прежде всего об отце, но сначала говорит о Марии, потому что она поистине мать. Лучше же сказать, и она сама не мать, так как она не родила по естеству, но зачала приестественно. Она не знала происходившего, но была орудием художника. Итак, они увидели Мария и Иосифа и дитя. Услышав слово, они увидели самые дела, удивились, были спасены. Дитя, конечно, лежало терпеливо, снося пока еще несовершенное развитие тела, и перенося увеличение его, и подобно тому, как художник взял и приготовил инструмент, чтобы, например, игрок на цитре воспользовался затем цитрою, или стрелок принадлежащим образом воспользовался затем луком и стрелою, так и Иисус, входя в общение со всеми, понемногу растет. Почему же не вдруг? Почему сразу не стал совершенным мужем? Он пришел, чтобы подражать нашему естеству, чтобы осветить бренность через пример. Конечно, если бы он пришел совершенным по возрасту, то еретики поспешили бы говорить, дева не родила его, он не воспринял бренности от нашего рода. Итак, он родился от девы, восприяв от общей бренности, чтобы осветить Адама свое создание. И по этой причине он растет понемногу, и хотя как человек обращается с людьми, но будучи Господом естества жил безгрешно. Поэтому когда ты услышишь о нем детяти, то припоминай то пророчество Исаии, которое он произнес. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Исаия 9.6 Когда услышишь о детяти, то не презирай имени, но поделись человеколюбие Бога, и поделись устроением спасения, чтобы тебе сделаться достойным слушанием евангельских слов. Тебе, сопутствуемому верою, упражняемому терпением, состязующемуся благочестием, усовершаемому любовью, ставшему всецело неповрежденным во Христе Иисусе Господи нашим, с которым Отсутство Святым Духом слава, держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.